В данный момент ко мне только что приезжал алкаш, который выбросил его ночью в коровнике. Приезжал с участковым и написал заявление, что я эту собаку украла у него из дома. Представляете? И требует, чтобы я отдала ему собаку, которая будет умирать у него на руках. С участковым и сказали, что его собака умерла ночью в том коровнике, где он ее бросил. Брали с вами смертельно раненого зверя, смертельно больного. Любой врач подтвердит, что осыт это смертельно. Его собака умерла в коровнике, где он ее бросил на медленную удушающую смерть. Собака, любой врач, я сейчас поеду к моим врачам, врач когда увидел, сказал, что ему оставалось жить, он бы до утра пес не дожил. Его бы задушила вот эта вода. Она бы прорвала ему диафрагму или продавила бы диафрагму. И ребенок задохнулся бы. Вы видели на видео, как он тяжело дышал. До утра пес не дожил бы. Это что-то страшное, Ира. Это что-то страшное. Бедный мой маленький. Сейчас все будет хорошо. Это что-то невозможное. Сейчас, мама, держи. Сейчас будет легче. Все будет легче. Мы только начали, да? Покажи малыша полностью. Бежим, бежим. Все будет хорошо. Сейчас легче станет. Сейчас легче станет. О, господи, боже мой, бедное дитя. О, господи, какой же он бедный. Маленький. Маленький, маленький. Маленький, хороший, хороший, хороший. Отсюда, пожалуйста. Так, ребят, дыхание стало полегче. Уже нет того ажготажа. Живот, конечно, спал, но не сильно. Хотя мы выкачали уже. Почти пол ведра. Плюс мы укололи форосимит. Он писает потихонечку. Уже вторую пеленку нам описывает. Но это хорошо, что с него уходит хоть какая-то жидкость. Но дыхание, мне нравится, что дыхание стало получше. Ребенку стало легче дышать. Девочки, отек уходит. И смотрите, какие ребра. Все будет хорошо. Дохоню ее уже легче. Напугал меня, господи. Мне показалось, что драпил. Чекет, конечно, еще сильнее. Ребята, мы делаем в домашних условиях, как можем. Сами понимаете, среди ночи клиник у нас круглосуточных дней. А ребенку помочь надо было быстро. У меня есть документы. Собаку привезли мне с документами, с паспортом. А сейчас он пытается доказать, что я собаку у него украла. Это что значит? Я была у него дома, рылась у него в шкафу и искала документы на собаку, что ли? Чушь какая, понимаете? К тому же у нас есть фотографии, что ребенок в коровнике раздутый сидит. Это первое. Второе, куча свидетелей. Водитель, который туда ездил, собаку забирал. Может быть, нужно взять справку у врача и написать заявление в прокуратуру. И пусть они занимаются с этим козлом. Ответ за это же нужно отвечать хозяину. Вот пусть и отвечает. Судить надо. Писать встречное заявление обязательно. Потом приехал еще майор милиции сюда. Я сбросила им все фотографии, какие у нас были, все видео. Дала все пояснения. Дозвонилась в Елец. Сейчас Надежда подтвердила, что собаку ей привезли и отдали. Которая позвонила мне ночью, чтобы я собаку забрала. Ее номер участковому. Он с ней поговорил. По крайней мере, они твердо знают, что я собаку не воровала. В паспорте есть заводчик. Город Анапа написано. Дал вместе с собакой. Сейчас милиция с ним разбираться будет. Я так поняла, что участковый на моей стороне. В министерство, в ФСБ, везде понаписали. И всколыхнулась вся милиция сейчас наша. Милиционер рассказала, собака может умереть в любую минуту. У собаки сердечная недостаточность на фоне плохого с ней обращения. Плюс собаку били и плюс собака истощена. Плюс запущенный асцит, потому что мы скачивали с животика тухлую воду. В комментариях уже написала, что нужно собрать все счета, сколько чего стоит, подать в суд, чтобы он все это оплатил. А ему, чтобы присудили штраф за такое отношение к собакам. В конце концов, есть закон в отношении животных. Вот, значит, на это и нужно бить. Приют они ее выкинули, потому что поссорились. То есть, ахинею несет полнейшую. В общем, я хотела попробовать решить эту проблему мирно. Я даже готова была выкупить этого лабрика. Они отказываются. Сейчас я еду к врачам, беру заключение. И мы подаем встречное заявление в суд. Все видеоматериалы у нас на руках. Документы, с которыми он выбросил собаку в этом поле, тоже у нас на руках. Валюш, дай Бог тебе здоровья и долгих лет. Ну, ты посмотри, я не знаю, как ты там одна вообще справляешься. Это невозможно. Береги себя, ради Бога. Без тебя и они все пропадут. Валь, а вообще вот все, что у тебя здесь написано, прям вынести в интернет. Пусть люди почитают и тоже свои отзывы останут. И вот с этим всем идти в суд. Очень благодарна его хозяйке Ольге. Она умница. Она очень оперативно все это сделала. Я дала ее номер прокурору. Они между собой поговорили. И прокурор успокоил этого придурка. А Ольга прислала мне вот такой контракт. Ребята, мы принимаем поздравления. Лабрадор Амур, мой. Девочки, имя сделаем двойное. Амур Крис. Спасибо всем, кто переживал за советы, за волнение. Спасибо, девочки. Нам всегда надо вот так быть вместе. Всегда. Девчонки, миленькие. Знаете, как говорят? Нас бьют, а мы поем. Поэтому фильм один смотрела. Там был такой эпизод, когда у сидящих в дзоте солдат кончились патроны. Один из них встал и сказал, давайте споем. Враги, говорит, испугаются и отступят. И они запеяли втроем. Вы знаете, такая песня была красивая. Враги испугались и отступили. На любую нападку на нас отвечаем смехом, улыбкой и песней. Никто никогда нас не сломает. Девочки, я в это верю. Я так живу. И я уверена, вы тоже рядом со мной такие же. Такие же. Такие же ненормальные, добрые, хорошие, веселые. И никогда не отчаивайтесь, девочки. Никогда. Жизнь сдается один раз, она слишком короткая, чтобы тратить ее на нервотрепки. Давайте жить хорошо, по-доброму. Перестань дюрбанить мне коробку. Ребята, сейчас я вам дам. Ну, что мой золотой? Ты красотка? Сейчас лапку перевязывать будем. Да. Сейчас будем перевязки делать. Да, солнышко? Сейчас будем перевязки делать. Сейчас, мои хорошие. Лисик. Ты красавчик. Лисик такой, лисик. Не бойся. Ёшка. Ты мой красавчик, да. И самая большая собака пришла. Самая большая собака пришла, да. Да, 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 да. Тебе удобно? Тебе удобно? Моя грозная собака спит повыше. Чтобы его внизу не обижали. Моя грозная собака спит повыше. 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 В общем, мы упали А ты ходи как хочешь Главное, мы легли спать Там, где нам удобно, да? Да-да, по тягушке Конечно Я буду спасать тех, кого могу спасать Мир вообще сошел с ума И в одиночку бросаться И сплетничать, и кричать, и охать Да ни хрена это не выйдет Или собираться командой и делать что-то Или вообще не лезть туда, понимаешь? А по одному охать, ахать Еще раз говорю Или команда поднимается вся и идет Тогда что-то можно сделать Или вообще туда не лезть Девочки, у нас с вами новая лохматая душа И мы начинаем Мы продолжаем ее спасать Поздравляю вас, Валентина С этой победой С этим маленьким хостиком Лабрадора Поздравляю от всей души и сердца вас Поздравляю, слава Господу Богу Слава Господу Богу Жидкость потихоньку скапливается опять Ждем Я думаю, что они взяли все анализы, Марин Когда он откачивал воду Он говорил, что воду нельзя все откачивать Потому что это белок И надо быть с этим очень осторожным Разумеется, они все это сделали Я же вывешивала где-то анализ крови вверху Наш малыш уезжает в Москву на обследование Тоже купаем перед дорогой Девчонки, на нем столько грязи И поверьте, за один раз я это не отмою Поэтому смыли первую грязь А дальше уже, ребята, Москва будет отмывать Но он действительно белоснежный Обалденный пес Да? Красавчик Девочки, от промалыша Лабрик уехал в Москву С наших денег я перевела 20 тысяч на его первое обследование Я считаю, что это наша обязанность И я считаю, что мы с вами сделали все, что могли 20 тысяч, девочки, я перевела Лабрику на обследование Дальше Люди его взяли и дай Бог, чтобы помогли Будем поступать по совести Я думаю, вы не против Спасибо всем, кто переживал за советы, за волнение Спасибо, девочки Нам всегда надо вот так быть вместе Всегда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok